Живи, село мое родное! Огуднево отмечает свой праздник. Живописный уголок нашего городского округа, богатый и на природные красоты, и на успешно развивающуюся инфраструктуру. Но все же самая большая гордость для Огуднево – это жители. Народ здесь работящий, но и отдыхать любит, особенно в день рождения Малой Родины. По традиции встречает этот праздник веселыми гуляниями. День рождения Малой Родины здесь, в Огудневе. Этот праздник, который жители встречают все вместе. На площадке Протасове организована концертная программа, игровые зоны, ярмарка, выставка. В общем, каждый может найти занятие по душе. На праздники отметили тех, кто вносит свой вклад в развитие Малой Родины. Жители Огуднево наградили грамотами и подарками. Также поздравили юбиляров. Немало среди местных жителей и тех, кто проживает в Огудневе десятки лет из поколения в поколение. Природа очень красивая, люди отзывчивые. Ну, поскольку муж врач, я знаю немножко отношения людей. Очень отзывчивые и добрые люди все. Ура! Бурда! Нравится! У нас здесь внуки, трое внуков уже растут. И живут, пойдут в школу сюда. Живу здесь уже 40 лет. Я считаю, что деревня превратилась в культурный центр. Можно так назвать. Видите, проходят две культуры и мероприятия здесь. И люблю деревню эту очень. До преобразования Щелковского района в городской округ Огудневское сельское поселение насчитывало 13 населенных пунктов, которые по традиции в конце июля отмечали День поселения. Сегодня эта традиция продолжается. Также в июльские выходные на привычном месте в Протасове проходит праздник. Местный дом культуры и спортивный клуб «Селена» постарались сделать так, чтобы он прошел весело и интересно. Выступления артистов радовали до позднего вечера. Кроме того, каждый мог поиграть в любимые спортивные игры. Подкрепиться можно было вкусной кашей и горячим чаем. А для самых маленьких были организованы интерактивные и игровые площадки. Хочу передать вам самые лучшие пожелания. Если посмотреть на ваше поселение, она всегда была передовольна. Всех нас связывает одно – любовь. Любовь к нашей малой родине. Мы любим ее, мы ей гордимся. Мы любим приглашать к нам гостей. И нам не стыдно приглашать к нам гостей. Мы должны встречаться на таких праздниках. Мы должны смотреть на то, что сделали, то, что будет сделано. Приятно видеть, как появляются новые объекты благоустройства. Очень хочется, чтобы и дальше так продолжалось, чтобы дальше развивались. И планы на самом деле огромные, планы большие. Нужна, конечно, и школе пристройка, нужны и новые рабочие места, как правильно говорили коллеги. За последние годы Огуднева заметно преобразилась. Нельзя не отметить развитие инфраструктуры территории, благоустройства, появление современных детских и спортивных площадок, преображение учреждений культуры, спорта, образования. Долгожданным событием стало открытие ФОКа в Огудневе. Сам объект, как физкультурный комплекс, набирает темпы. И, что хотел сказать, приглашаем всех жителей. Ну а жители местные, они оценили его все. Даже занимается возрастная группа здоровья сегодня, где-то 20 человек. Это люди в возрасте от 70 и выше. Физкультурно-оздоровительный комплекс – это 3000 квадратных метров пространства, универсальный спортивный зал площадью 700 квадратных метров и трибуной на 300 болельщиков. Комплекс способен принимать большие соревнования, в том числе и областного уровня. Кроме того, сегодня Огуднева уверенно смотрит в будущее, как территория для перспективного развития промышленности и малого бизнеса. Семь зон промышленно-предпринимательской активности сделали схемы, описали границы сегодня, описали собственникам земель и предложили главе района, чтобы эти земли обсуждать на Совете по развитию малого предпринимательства и бизнеса для создания здесь рабочих мест. Поэтому наши предложения там рассматриваются сегодня. Ну, это процесс же небыстрый сегодня, да. В общем, наша земля постепенно и спрашивается у предпринимателей, у промышленников, в общем-то, прорабатывает сейчас вопрос в Петровском строительстве технопарка. Сделано многое, но и впереди немало дел, ведь Огуднева старается идти в ногу со временем и про славные традиции не забывает. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.